Иван Иванович рассчитывал на Рождество съездить в Москву, но вместо этого получил заводскую командировку в Швецию и вернулся оттуда только в феврале. Сейчас же исхлопотал трехнедельный отпуск и телеграфировал Даше, что выезжает 26-го. До отъезда было много дел. Иван Ильич наспех выпил кофе, вышел на улицу и вскочил в трамвай, полный народа. Здесь опять почувствовал ту же тревогу. Как и всегда, едущие хмуро молчали, поджимали ноги, со злобой выдергивали полые одежды из под соседа. Под ногами было липко, по окнам текли капли, раздраженно дребезжал звонок на передней площадке. Напротив Ивана Ильича сидел военный чиновник с потечным желтым лицом. Бритый рот его застыл в кривой усмешке, глаза с явно несвойственной им живостью глядели вопросительно. Приглядевшись, Иванович заметил, что все едущие именно так, недоумевая и вопросительно, поглядывают друг на друга. На углу большого проспекта вагон остановился. Пассажиры зашевелились, стали оглядываться. Несколько человек спрыгнуло с площадки. Вагоновожатый снял ключ, сунул его за пазуху синего тулупа и, приоткрыв переднюю дверцу, сказал со злой тревогою, «Дальше вагон не пойдет». На Каменно-Островском и по всему большому проспекту, куда хватал только глаз, стояли трамвайные вагоны. На тротуарах было черно, шевелился народ. Иногда с грохотом опускалась железная ставня на магазинном окне. Падал мокрый снежок. На крыше одного вагона появился человек в длинном, расстегнутом пальто. Сорвал шапку и, видимо, что-то закричал. По толпе прошел вздох. О-о-о! Человек начал привязывать веревку к крыше трамвая. Опять выпрямился и опять сорвал шапку. О-о-о! Прокатилось по толпе. Человек прыгнул на мостовую. Толпа отхлынула и тогда стало видно, как плотная кучка людей, разъезжаясь по желто-грязному снегу, тянет за веревку, привязанную к трамваю. Вагон начал крениться. Толпа отодвинулась. Засвистали мальчишки. Но вагон покачался и стал на место. Слышно было, как стукнули колеса. Тогда кучки тянущих побежали со всех сторон люди. Озабоченно и молча стали хвататься за веревку. Вагон опять накренился и вдруг рухнул. Зазвенели стекла. Толпа, продолжая молчать, двинулась к опрокинутому вагону. Пошла писать губерния, проговорил сзади Ивана Ильича тот самый чиновник с желтым подтечным лицом. И сейчас же несколько нестройных голосов затянуло. Вы жертвою пали в борьбе роковой.